Губернатор Челевенской области Борис Дубровский намерен выставить свою кандидатуру на выборах главы региона, которые состоятся на Южном Урале в 2019 году. Об этом он заявил в интервью информационному агентству ТАСС. Как отметил глава региона, я подавать в отставку не намерен. За прошедшие 4 года я не изменил своего отношения к работе. Конец цитаты. Игорь Гурьянов продолжит. Еще свежок в памяти события, датированное началом 2014 года. Тогда, напомним, президент России Владимир Путин, встречаясь с еще генеральным директором ММК, сделал Борису Дубровскому предложение возглавить регион. В этом решении прослеживалась историческая логика. В бытности СССР директор Магнитки был как минимум членом ЦК КПСС. С поста директора ММК многие шагнули в министерские кабинеты. В том решении президента и согласии Бориса Александровича прослеживаются и многолетние чаяния жителей второго повеличения города области. Не секрет, что даже совершенно лояльный к Магнитогорску Петр Сумин не в силах был побороть ситуацию остаточного после областного центра финансирования нашего города. Его преемник Михаил Юревич и вовсе стал персонажем криминальных хроник. Сегодня уже ни для кого не тайно, что Дубровский принял регион с многомиллиардными долгами. Четыре года понадобилось, чтобы хоть как-то прикрыть зияющую финансовую брешь. Результат работы Дубровского магнитогорцы могли увидеть этим летом, когда проекты, инициированные главой региона, вышли на максимальные обороты. Это, напомним, формирование комфортной среды и проект «Реальные дела». Достаточно вспомнить самые знаковые, чтобы анализ политической ситуации сложился сам собой. Парк у вечного огня и экологический парк. Ремонты городских дорог и в кои-то веки асфальтирование межквартальных проездов. Покупка новых трамвайных вагонов и строительство новой школы. Да что там, урны для городского пространства приобретены благодаря щедрым траншам из областной казны. Изменения в приоритетах финансирования видны, как говорится, невооруженным глазом. В большом интервью агентству ТАСС Борис Дубровский еще и так мотивировал свое решение выдвигаться на второй срок. Не за горами форумы на высшем уровне, которые будет принимать Челябинск. Это встреча руководителей Шанхайской организации сотрудничества и саммит БРИКС. Даже мысль об отставке, считает губернатор, является попыткой свалить ответственность за эту колоссальную работу на других. А это в свою очередь не в принципах Бориса Дубровского, рабочую закалку получившего на ММК. Свой нынешний статус, сказал глава региона, он расценивает как шанс изменить ситуацию в области к лучшему. Борис Дубровский работал на комбинате с 1976 года. Прошел все ступени карьерного роста, от ученика-контролера до генерального директора предприятия. Губернатором Челябинской области Дубровский избран в сентябре 2014 года.